Доброе утро на Алмазном крае Доброе утро! Доброе утро! Оксана у нас уже пришла с рабочим инструментом. Я вижу и бумагу, карандаши, маркеры. Я так понимаю, сегодня к концу передачи мы увидим чудо в виде шаржа. Планирую сегодня изобразить вас. Я люблю свою работу. Давно коллег у меня не было в рисовальном фокусе, поэтому держитесь, девочки. Почему именно шаржи? У нас это популярностью пользуется в медном? Я не ожидала, но оказывается, действительно, людям интересно это направление. Сделать подарок родным, близким, друзьям в виде забавного портрета люди хотят. А сколько времени уходит на шарж? Вот у нас раньше показывают в Средневековье, когда картины рисовали сутками, стояли, чтобы на снатуры списали, так сказать, образ. Но шаржи это вообще такая, насколько экспресс штучка? Вообще художники, профессионалы, которые этим постоянно занимаются, у них уходит порядка 10-15 минут. То есть, да, рука настолько набита, что он уже сразу видит, как этого человека. Основные черты, которые можно выделить? Да, 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 черты, за которые можно зацепиться. И буквально за 10-15 минут у него готова работа. У меня, конечно, от двух часов до могу день рисовать, потому что бывает человек очень колоритный, там буквально две запятые, и он уже готов. А бывает такое лицо, что ты вроде нарисовал, но не вон. И так сидишь, перерисовываешь. Но два часа это вместе с цветом, прям совсем-совсем-совсем полностью, да? Но набросок в целом это из согласования. Согласование – это уже другой вопрос. А, кстати, шаржи как, возможно, согласовать? Это отдельная тематика, потому что иногда встречаются люди, они заказывают мне рисунок, не до конца понимая, что это… Что шарж? Что такое шарж, да. Они все-таки кто-то ожидают, что это будет портрет более быстрый и более, как бы, по стоимости меньшей. Кто-то ожидает непосредственно веселую картинку. Ну, а ты как художник, ты в первую очередь шаржи изображаешь именно какие-то анатомические особенности лица, там, тела? Или все-таки ты еще можешь какую-то психологию человека изобразить? Ну, все-таки я, наверное, начну пока рисовать параллельно. Да, кстати, то мы не увидели. Замолтали тебя, да? Да. Все-таки пытаешься, смотря на человека, подметить какие-то его изюминки, особенности у кого-то, глаза, у кого-то там брови, нос, уши. То есть все равно пытаешься что-то зацепить. Ну, и сейчас мы поймем, какие у нас с тобой глаза, нос, брови и уши. Уши, брови, нос. Вот такие, чтобы лучше вас слышать и видеть. А Оксана, это можно научиться? Какое нужно образование человеку получить, чтобы тоже заниматься шаржами? Мне кажется, люди есть разные. Есть самоучки, которые, допустим, очень хорошо видят людей. Есть люди с художественным образованием. То есть тут... В нашей школе искусств детей могут научить шаржи рисовать? Конечно. Там детям, во-первых, преподают анатомические особенности строения человека. И то есть на основе этого художник уже может где-то немножко деформировать, где-то что-то... Подключить свое воображение. Да-да-да, подключить свое воображение и сделать рисунок более интересным и веселым. Самое главное, чтобы он был веселым, правда, чтобы эту историю... Как в этом смысле не бояться человека обидеть? Например, нарисовал ты Петра Васильевича с большим носом, он, может быть, комплексовал из-за него всю жизнь, а тут еще ему на картинке его вот еще больше показывают. Как вот тут, как сказать, настроиться на такой позитивный лад все-таки? Ну, тут все-таки обычно шаржи, когда люди заказывают для себя, то это люди, которые не особо боятся увидеть себя в смешном виде. Когда заказывают у друзья, то я все-таки стараюсь уточнить, насколько человек с юмором, насколько он себя может воспринять в роли такой забавной картинки. Я боюсь увидеть. Кстати, я когда-то в детстве, по-моему, мне рисовали шарж, и я так расстроилась, потому что, да, это то, о чем говорит Оксана, все хотят, ну, знаешь, увидеть красивым, как-то так это, а тут раз, и тебе... Не, ну, мне кажется, что и вообще, в принципе, детская психика, она не продазначена для того, чтобы шаржи рисовали. Ну, нет, недавно вот как раз мама заказывала шарж для своего сына, и насколько она мне написала отзыв, то ребенок был очень доволен. Ну, видать, родители все-таки должны в первую очередь знать о психологии своего ребенка, прежде чем заказывать шаржи. Ну, конечно, естественно. То есть на данный момент, вот когда заказывают люди шаржи, я уже пришла к тому, что интереснее намного сюжетные шаржи, которые отражают какие-то, кроме того, что физические черты человека еще и черты его характера, увлечения или что-то в этом роде. Ну, то есть шарж с футболистом, с футболистом, с суперменом, да. И поэтому заказчиков уже прошу предоставить какую-то дополнительную информацию по человеку, что он любит, чем увлекается, и такие шаржи намного интереснее и похожие получаются. Так когда в Минном ждать на улице Оксану Войтюк, сидящую на стуле, вот так вот с работами, как в Водовостоке, в Питере бывает, столько раз видела, уличная художница, типа, шарж на заказ, так сказать. Ну, очень бы хотелось, конечно, но для этого всего нужна дополнительная практика, время. То есть я, наверное, трус, потому что выйти на улицу, вот так сидеть и делать работу, я, наверное, пока все-таки не решусь. А есть ли в планах организовать, может, какую-нибудь выставку работ, чтобы все посмотрели на шаржи? Наверное, было бы интересно организовать выставку, но учитывая, что я все-таки рисую по заказу, все мои рисунки находятся, скажем, в частных коллекциях. И собрать их непосредственно для какой-то балереи будет сложновато. Так, и так, внимание, дорогие зрители, все, у кого есть шаржи от Оксаны Войтюк, служите с нами. Мы возьмем в аренду у вас эти рисунки, организуем выставку, и будет суперинтересно. Можно прямо у нас в коридоре Алмазного края устроить персональную выставку. У нас там есть своя фотовыставка, которую мы периодически обновляем. Поэтому, что там уже что-нибудь вырисовывается потихонечку? Ну, потихонечку, потихонечку, да. Я уже издалека так, отдаленно вижу, стараюсь не смотреть, чтобы не испортить этот эффект неожиданности. Потихонечку, да. Ну, по крайней мере, локоны там выглядят приятно. Уже подсмотрела. Да. Лена сидит ближе, поэтому ей виднее. А у нас еще есть те, кто рисует шаржи в городе? Ну, наверняка есть. Я вот, честно говоря, пока не сталкивалась. Я знаю, есть люди, которые рисуют портреты маслом, акрилом. А может быть, какие-то мастер-классы тогда есть? Ну, хорошо, пусть не по шаржам. Вообще, арт-терапия и вот все вот в этом роде. Да, да, да. Есть девочки, которые устраивают мастер-классы. То есть к ним приходят люди, желающие научиться рисовать или просто немножко отдохнуть. И прекрасно проводят время. Арт-терапия – это такой способ отвлечься от всех насущных проблем и просто вот этот кораблик два часа там как-то рисовать. Но я вот видела все фотографии с результатами, и всегда это выглядит как-то суперкрасиво. Как это получается? Магия. Магия творчества. Нет, ну, правда, может быть, есть какая-то техника специальная, то есть почему у всех людей вдруг раз и там корабль, фламинго, и у всех как-то суперпрофессионально. Просто на своей практике ты даже дома уже начинаешь рисовать, то у тебя линия корявая получится, то у тебя краски смешаются в грязный некрасивый цвет. Ну, а здесь правда, реально. Буквально вот недавно предложили мне вот эту вот интересную вещь, как провести мастер-класс. У знакомой был день рождения, она меня пригласила, то есть собрала своих подруг. Я, честно говоря, переживала тоже, как же это все получится. Но по факту ты ходишь по кругу, все равно кому-то помогаешь, что-то где-то, что-то подправляешь. И я так очень удивилась, когда к концу мастер-класса у всех девушек были действительно красивые работы. Вот я про это и говорю. Да, я спросила, кто-то занимался. Нет, они все сказали, многие там первый раз у кого-то какой-то опыт был. Но, в общем, я посмотрела на качество работы, я действительно поразилась. Не знаю, это, наверное, правда магия искусства. А в домашних условиях возможно вот так самому себе устроить мастер-класс? Ну, конечно, на ютубе, в интернете есть множество различных уроков. Кто-то приобретает, учится именно в таком формате. Ну, для кого подходит, для кого-то важно живое общение. Кстати, вот интересный момент. Вот эти шары же, они появились, наверное, у меня еще со школы. И при том, это был именно формат антистресса. А на тот момент, когда, ну, как обычно, у подростков бывают различные конфликтные ситуации, кто-то кого-то обидел, кто-то кому-то что-то сказал. Ну, в один прекрасный день пришла домой, со злости взяла бумагу и нарисовала своего обидчика. Ну, собственно, я поняла, что практика весьма хорошая. Оттуда, в принципе, и зародилась терапия. Практически со школы все это и пошло у нас. Ну что, Оксана, ты готова нам на финишный прямой? Да, я думаю. Пара последних штрихов. Думаю, пара последних штрихов. И, в принципе, можно сдавать. Так, ну, мы обещаем не обижаться. Да? Наверное. Ну, я все-таки... Лена не знает. Я с тобой больше не пойду пить чай. Все-таки надеюсь, что вам понравится. Итак, три, два, барабанная дробь. Здравствуйте, приехали. Вау! Это что ли я? Ничего себе. Круто. А губы-то какие? Мы как будто после косметолога. Вот, здравствуйте. Вау! Приехали. Мы, конечно, немного в другом порядке. Мне показалось так. Ну, это прям шедевр. Мне кажется. И у меня даже блестят глаза на картинке. Да? Теперь они не должны блестеть и в жизни. Я даже, кстати, не понимаю, какую мою черту выделили. Но в целом, мне кажется, даже шарш как портрет выглядит. Выглядит. У меня выделили мои азиатские глаза. Мне кажется, можно дополнить нашу галерею в коридоре. Медиа-компания «Алмазный край». Обязательно это сделаем. Ну что ж, у нас сегодня в гостях Оксана Войтюк. Художник, если это можно сказать, шаржист. Мы поговорили вообще о шарже в Мирном, кто им занимается, как можно самому стать мастером в этом направлении. И вообще про различные арт-штучки приятные, которыми стоит позаниматься для своего успокоения. Ну что ж, мы с Леной пойдем драться за кому достанется. Спасибо, Оксана. Спасибо большое. Спасибо, что пригласили. Очень приятно. Дорогие коллеги. Ну вот такое веселое и необычное утро у нас сегодня получилось. А мы с вами прощаемся. Но ненадолго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»